Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегеда и вот главная тема этого выпуска. Сделал прививку? Гуляй смело. На Ставрополе все больше людей прививаются против коронавируса. Джамиля Ибрагимова узнала, как чувствуют себя вакцинированные. Может ли привычная для вас офисная работа переехать к вам домой? Тему фриланса разбирал Ярослав Лапин. Доломит, гранит, мрамор. Для чего в Кисловодске собирают камни со всего Северного Кавказа? Теперь подробнее об этих и других событиях. Программу о переселении из аварийного жилья на Ставрополе могут выполнить досрочно. Такие планы губернатор Владимир Владимиров озвучил на совещании по видеоконференцсвязи. Его провел глава госкорпорации фонд содействия реформе ЖКХ Сергей Степашин. Владимиров рассказал, только в прошлом году из аварийного жилья в крае переселили почти 3,5 сотни человек. Программа продлится до 2025 года, но Ставрополье, благодаря высоким темпам строительства, может все успеть за ближайшие пару лет. Также губернатор выступил с предложением включить в план переселения и те дома, что признаны аварийными после 1 января 2017. В фонде такой вариант проработают. После переселения никакая непогода не будет страшна. Тем временем снегопады в крае не желают отступать даже с приходом весны. Ликвидацию последствий сильных осадков обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона. Как доложили губернатору, дорожники в целом справляются с ситуацией. Движение идет в обычном режиме, трассе не перекрывались. Только за последние сутки израсходовали полторы тысячи тонн песчано-соляной смеси. На дорогах дежурят 152 единицы спецтехники. Владимир Владимиров поручил особое внимание уделить вывозу снега из населенных пунктов, чтобы когда придет долгожданное тепло, дворы и улицы не превратились в озера и реки. Обсудили на планерке и климат финансовый. Больше 16,5 тысяч патентов получили ставропольские предприниматели с начала этого года. При этом почти 2000 новых заявок поступили совсем недавно, когда по предложению Владимира Владимирова в краевой закон о патентах внесли изменения. После этого ставки по многим видам деятельности существенно снизились. По словам уполномоченного по правам бизнесменов в регионе Кирилла Кузьмина, серьезных жалоб после этого от деловых кругов не поступало. Глава Ставрополя предложил на ближайшем заседании Краевой Думы вернуться к этому вопросу и подвести итоги перехода на новую налоговую систему. В ближайшем режиме мы принимали закон о изменении платы по патентам в Ставропольском крае. Мы его принимали только с одной необходимостью, а это дать возможность бизнесу справедливо, не увеличивая затраты, перейти с ЕНВД на патент для того, чтобы дальше продолжать развивать себя и наш Ставропольский край. Тот факт, что на Ставрополе постепенно улучшается ситуация с коронавирусом, конечно, не может не радовать. Свою роль в этом играет и вакцинация. В Крае она идет активными темпами. Как чувствуют себя не только в физическом, но и моральном аспекте те, кто уже сделал заветную прививку. Джамиля Ибрагимова углубилась в медицинскую тему. Наша коллега Татьяна Климова, чья работа связана с нескончаемым потоком новостей, к новостям о вакцинации поначалу отнеслась с колебанием. Но по мере того, как сведений о прививке становилось все больше и больше, сомнения у девушки развеялись. И она, чтобы не дать болезни ни шанса, отправилась на процедуру. Болеть страшно и дорого. Болезнь не изучена. Столько последствий негативных, что просто действительно страшно было болеть. Устала бояться и решила, что лучше пройти вакцинацию. Прививку Татьяна сделала в больнице у дома. В феврале девушки ввели первый компонент вакцины. Через 21 день пришло время и для второго. И после каждого раза организм выдавал одинаковую реакцию. То есть, в принципе, оба раза были схожи симптомы, схожее вот такое вот состояние такого легкого гриппа, скажем так. Ну вот они очень скоро прошли. Полтора месяца назад на Ставрополе стартовала массовая вакцинация. И каждый день круг тех, кто уже сделал прививку против вируса, расширяется. Полностью иммунизацию прошли почти 30 тысяч ставропольцев. Они сделали две необходимые прививки. Первый компонент препарата получили порядка 60 тысяч человек. Больше 15 тысяч пациентов записались на прием через интернет. Массовая иммунизация только стартовала. Мы в самом начале пути, но тем не менее 41 медицинская организация. В 62 прививочных пунктах активно идет иммунизация населения. Вы не идете вакцинироваться? Тогда вакцина придет к вам сама. В крае сегодня активно работают и мобильные прививочные бригады. Медики выезжают в отдаленные села и на крупные предприятия. Тот случай, когда сделать прививку не только безопасно, но и быстро. На все про все не больше получаса. То есть 44 мобильных бригады сегодня, но к 1 марта все медицинские организации организуют. И не одну мобильную бригаду. То есть их будет 2, 3, 5 и 10 в зависимости от того, как будет идти работа. Каждому, кто сделал прививку, в копилку важных документов прибывает еще один. Там значится сертификат о вакцинации против коронавируса. Это своего рода ваш пропуск везде и всюду. А главное это подтверждение, что на сегодня вы максимально защищены от опасной инфекции. Я, кстати, обязательно буду прививаться против коронавируса, но пока не получится, потому что переболела им в декабре прошлого года. А значит сейчас у меня есть антитела, выработанные во время болезни. Но уже через 5-6 месяцев они улетутятся и тогда можно будет пойти и сделать укол. Меж тем вакцинация и улучшение эпидситуации не освобождают от необходимости соблюдать меры профилактики. По-прежнему в общественных местах надо носить маску и помнить о социальной дистанции. Об этом предупредил и губернатор края Владимир Владимиров. Не надо успокаиваться, коронавирус никуда не делся. Да, он у нас снизился. Да, койка снизилась, нагрузка на койку. Но он никуда не делся. Посмотрите, что вокруг творится в мире. Джимиля Ибрагимова, Владимир Ковалец, Олег Байкулов и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. На улице сейчас довольно-таки холодно. И согласитесь, меньше всего по утрам хочется расставаться с теплым одеялом и добираться по пробкам на работу. Однако этой будничной участи можно избежать. Звучит весьма заманчиво. Так мой коллега Ярослав Лапин познакомился с фрилансерами и узнал особенности их рабочего дня. Иногда по утрам меня посещают мысли о том, как здорово было бы работать дома. Не надо никуда ехать, проснулся, позавтракал и сразу же приступаешь к трудовой деятельности. Мечтали это? Да вовсе нет. Это реальность многих людей. Они могут работать у себя дома, у родителей, в гостях, в кафе и вообще в любом другом месте, куда могут взять с собой инструмент своей работы. Давайте разбираться, как им это удается и почему они выбрали именно такой путь. Многих из нас перейти на удаленную работу вынудила пандемия, однако некоторые освоили этот формат намного раньше. Юлия Подлегаева уже несколько лет занимается копирайтингом и пишет для клиентов различные тексты. Собираешь информацию, ее редактируешь, смотришь, проверяешь источники. Очень много работаю с первоисточниками, поэтому, естественно, чтобы выдать качественный материал, его нужно сначала проверить, собрать, потому что копирайтер, он не может быть во всем специалистом, поэтому, естественно, приходится анализировать очень много информации. И для всей этой объемной деятельности не нужно обладать целым кабинетом и большим рабочим столом с ворохом папок и документов. Все, что нужно Юлии для работы, это смартфон или ноутбук. В любом случае, к рабочему месту ей нужно добираться только в пределах своего жилища. При таком образе жизни работа становится не вторым домом, а первым и единственным. Думаю, это немного пугает. Но не спешите отсекать из-за этого идею перейти на удаленную работу. Ваша квартира никогда вам не надоест, если правильно ее обустроить. Об этом говорят и дизайнеры интерьеров, и психологи. Важно некое разделение, чтобы у него была, например, рабочая зона или хотя бы угол. И зона, где он отдыхает дом. Почему это важно? Потому что, если этого нет, то наша психика может перестроиться. Либо все будет рабочая зона, и человек не будет отдыхать дома, превратив это в работу. Либо, наоборот, ему будет сложно работать, потому что для него дом ассоциируется с отдыхом. Так или иначе, заинтересованному в заработке человеку ничто не помешает заниматься делами. Таргетолог, копирайтер, контент-менеджер, СММ-специалист, переводчик, сценарист и даже диктор. Вот лишь небольшой список профессий, которые можно освоить дома, причем довольно быстро. Они очень востребованы в век онлайн-бизнеса, интернет-рекламы и развитых социальных сетей. Ну и, конечно, главный плюс – это возможность больше проводить времени с родными и близкими. Моя работа позволяет мне уделять достаточное время своей семье, развиваться и дать хороший старт для развития своему сыну. И также развиваться самой. То есть, работая 3-4 часа в день, я получаю гораздо больше, чем я могла бы получать, работая в офисе. Как можно увидеть, работать из дома совсем несложно. Для этого нужно только подобрать подходящее занятие, оборудовать рабочее место и дать людям знать о том, что вы предоставляете определенного рода услуги. Тогда клиентская база найдет вас сама. Кстати говоря, у многих из нас достаточно много свободного времени остается дома. И мы можем использовать его, чтобы дополнительно подзаработать. А непременно попробуют такой вид занятости Ярослав Лапин и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Продолжение следует... В Кисловодске решили эту ситуацию исправить и найти экологичную замену песку реагентам. В местной администрации дали коммунальщикам задание проработать альтернативу, чтобы и гололеда не допустить, и разводов на обуви и транспорте не оставить. Что ж, будем следить за новинками. О других новостях края в нашем обзоре. В Кисловодске разобьются от камней. Новый объект станет частью территории, примыкающей к Комсомольскому парку. Прогулочные тропинки украсят экспонаты со всего Северного Кавказа. Образцы песчаника, доломита, гранита, мрамора и других минералов. Также на аллеях высадят хвойные и лиственные деревья. Понравится общественное пространство и любителям активного отдыха, там возьмет начало велосипедная тропа. В Предгорном округе помидоры помогает растить роботизированная линия. Тепличный комплекс создали благодаря инвесткредитованию. Современный парник позволяет производить томаты и салат круглый год, а также генерирует электроэнергию самостоятельно за счет солнечных батарей. Напомню, Ставрополье один из регионов-лидеров по росту помидоров в России. До 14% рынка приходится на наш край. В селе Донском Труновского округа создадут зону экстремального спорта. По проекту новый объект будет включать в себя памп-трек, скейт-парк и воркаут-зону. Любители спокойного досуга смогут отдохнуть на пешеходных аллеях. Там установят уличные скамьи и столики, приведут в порядок клумбы и оборудуют детскую площадку. Все работы должны закончить в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ну а это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много полезного. И присылайте свои вопросы на номер 8 928 350 80 70. Расскажите о своей проблеме, и мы постараемся разобраться. И, кроме того, свое ТВ есть во всех социальных сетях. Чтобы узнать подробнее, наведите камеру смартфона на экран, отсканируйте QR-код и, конечно, подпишитесь на наши страницы. Сейчас прогноз погоды с моим коллегой Алексеем Форсиковым. Я ему передаю слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, зрители своего ТВ. Прогноз погоды на вторник, 2 марта. В Ставрополе погода наулаживается. Днем от нуля до плюс пяти облачно. Вечером и ночью плюс четыре без осадков. В Изобильном и Новоалександровске облачно и осадки. Зато так вот тепло. Днем от нуля до плюс двух. Вечером и ночью минус три, минус пять. На Кавминводах, в Пятигорске и Минеральных Водах тоже пасмурно и возможны осадки. Днем плюс пять. Вечером и ночью плюс один. Погода летная. И по Пятигорску гулять тоже можно. В Кисловодске всего до плюс трех днем. Зато небо ясное. В полдень вообще красота будет ясна. Правда, вечером минус один. Ночью около нуля. Интересный факт о Кисловодске. Если в Кисловодске не поесть пончиков, поездка в Кисловодск не засчитывается. На востоке края, в Ипатово и Дивном, облачно и прохладно. Днем до плюс трех и около нуля ночью. И не забудьте, пожалуйста, включить свое ТВ в среду в 12.00. Увидимся в программе «За здоровье». Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин